Не очень интересно слышать и слушать все, что здесь происходит. Я живу отчасти изолированно, и для меня это выход в свет. И бездна всяких вещей, о которых я тоже думаю, и выступающие за этой конторкой, они тоже думают на те же вещи. И ясно, что они думают не так, как я, и не совсем так. И для меня это все в высшей степени важно. Я очень-очень в любом случае за это благодарен. Я хочу сказать, что, конечно, как я понимаю, совокупно все, что мы здесь говорим и делаем, должно напоминать в идеале. Естественно, есть образец, отчетный доклад ЦК КПСС по случаю столетия 104-го октябрьской социалистической революции. И мы будем, надеясь, в этом направлении двигаться. Это всегда тоже был коллективный труд разных отделов ЦК, которые говорили о значении литературы, для музыки, для философии и того и сего. Я, скорее всего, буду говорить больше всего о философии, когда я вообще ничего не понимаю. Но поскольку я ничего в ней не понимаю, мне это очень-очень интересно. Это совсем другое, незнакомое, странное и, безусловно, важное для меня способ понимания мира и действительности. Поэтому я постараюсь эту тему не именовать. Вообще я хочу начать с такой общей вещи. Мне кажется, что все, что происходит на европейском субконтиненте последние 2000 лет, это так или иначе комментарии каноническим библейским книгам. Веруем мы в Бога или не веруем? Как мы к этому относимся? Мы никогда за эти пределы не выходим и не можем выйти. Но мы это переживаем абсолютно как самая важная вещь в своей жизни. Я отрицаю Бога и строя свою жизнь целиком и полностью в рамках существовавшей концепции. Вот об этом я как бы, об этом, о том, что мы никогда, ни при каких условиях, соглашаясь или выходя, не можем выйти за пределы этих комментариев, я, строго говоря, и хочу сказать. Но вот здесь говорилось о том, что революция была модернизаторским проектом. Это очень распространенные, имеющие много-много всяких оснований и точки зрения. Но также не меньшие основания имеют точки зрения, когда говорят, что это был абсолютно регардный проект. Восстановление, отмена указа Екатерины о вольности сословий, всеобщее закрепощение сословий, возвращение крепостного права в деревню и так далее, и так далее, и так далее. И обе эти точки зрения абсолютно, на мой взгляд, абсолютно справедливы. Также многие люди, многие ученые самых разных направлений школы и воззрений считают, что революция была решительным разрывом со всей предшествующей историей России. Но есть и их оппоненты, которые говорят о том, что после революции трагически изменились судьбы людей. Огромное количество людей погибли во время военных действий, огромное количество людей оказались в изгнании, огромное количество людей умерло от разного рода болезней, от тифа, от испанки и прочее. В итоге в значительной степени изменился социальный состав элиты. Но политика продолжалась та же самая. Политика расширения империи, уже по-другому понимаемая, по-другому видимая. Просто пришли совсем другие люди, как при переселении народов. И продолжили то же дело, которое шло много-много веков до этого. И мне кажется, что так и происходит обычно в истории. Просто если что-то существует достаточно долго, а не вчера появилось, а сегодня уже исчезло, советское общество просуществовало довольно долго, больше 70 лет, оно со страшной силой, со страшной энергией, как какая-нибудь самая мощная и замечательная губка, она впитывает все настроения, все отношения, все понимание мира, все вот эти комментарии, о которых я говорил. И как-то с этими комментариями работает. То побеждает одно комментарие, то другое, то побеждает некоторый их синтез. Но так или иначе, она не проходит ни мимо чего. И ни с чем не способна расстаться, остаться. Потому что вот есть некоторый набор идей, с которыми она нравится, они ей не нравятся, вынуждены сосуществовать. И мне кажется, тут еще одна важная вещь, которая понятна в рамках современной биологии. Но долгое время мы смотрели на мир, как на некоторое существование отдельных организмов. Потом этот взгляд начал постепенно, шаг за шагом, растворяться и уходить в небытие. Мы теперь все чаще и чаще, биологи, не мы, биологи все чаще и чаще говорят о жизни, как о некотором наборе генов, в которых живут эти признаки. И вот эти гены, они могут выходить за пределы организма. Так же, как какая-то партия может избавляться от непопулярных лозунгов и брать у другой партии другие более популярные лозунги. И она все время, особенно в такие страшные и трагические периоды, как революция, она все время образует какие-то новые, бесконечные, странные мутанты. Некоторые из этих мутантов могут выжить, другие уйдут в небытие. Но так или иначе, все это существует и живет. Вот эти гены как бы меняются местами, эти гены вступают в новые союзы и коалиции. И образует некоторое странное, и очень часто до сих пор неведомые существа, которые в этом мире так или иначе живут. Вот мне кажется, что то же самое было в революции. И теперь, чтобы это не было все, что я говорю, так абстрактно, я скажу вещи, которые меня, и в первую очередь благодаря Андрею Платону, вне которого и без которого я считаю, что понять русскую революцию абсолютно невозможно, и который для меня был, безусловно, человеком, который, если я что-то понимаю в русской революции, в чем я совершенно не уверен, то только благодаря Андрею Платону, благодаря Чеменгуру и Винильному морю, который заявлен в названии доклада. Если мы посмотрим на то, что предшествовало революции, безусловно, вот в рамках комментария к той библейской культуре, о которой я говорил, мы увидим огромную бесконечную усталость людей от сложности мира, бесконечную, и усталость людей от бесконечно неоправдывающихся ожиданий на Бога, потому что еще первые христиане считали и думали, что второе пришествие спасителя и торжество праведных произойдет в течение этого первого поколения. На всем этом основании и строилась новая ревелия, когда она пришла в мир. Теперь выясняется, что за две тысячи лет люди бесконечно устали, и они больше не хотят ждать Бога, второго пришествия. Их совершенно не удовлетворяет точка зрения, которая артикулирует церковь о том, что знать время прихода Христа на землю невозможно, и даже думать об этом. И они берут это дело, пытаются взять это дело в свои руки. Это делают одинаково. Два течения в русской истории и в русской философии абсолютно другопротивостоящие. Марксизм и русский космизм. Русский космизм в лице Федорова абсолютно не порываясь с христианством. Просто Федоров считает, что все, что нужно для воскрешения людей руками самих людей, человеку уже самому дано. Не надо больше никого ждать, надо брать дело воскрешения людей в свои руки. И оба эти учения, даже как вообще вся русская философия, родившаяся совершенно не в сектантской среде, а в монастырской, это идея конца истории. До этого была череда сменяющих друг друга, избранных народов. Каждый из них был с изъяном некоторым, что и не давало им возможность закончить историю. Вот таким избранным народом по Марксу были рабы. Значит, и команда Спартака, это безусловно. Но команда Третьего Рима Юлий Цезарь, я считаю, что тоже вполне могла бы существовать и неплохо бы выступала. Потом был следующий избранный народ, это крепостное крестьянство. И, наконец, настоящий финальный избранный народ, который должен окончить историю, это, безусловно, пролетариат, всемирный народ, который и закончит исторический процесс как-то таковой. До этого исторический процесс шел в бесконечных муках, бесконечных восстаниях, бесконечной крови, бесконечной боли, в голоде, в эпидемиях и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, перед самым концом истории, перед наступлением тысячелетнего царства, должен быть апокалипсис, безусловно. Это всемирная революция, которая тоже пройдется во всех революционных песнях, только об этом мы и говорим, об обрушении и разрушении старого мира и возведении на обломках, или на пустом месте, вернее, мира абсолютно нового, и где не будет уже никаких этих противоречий. То же самое и в русском космизме, о котором я скажу несколько подробнее. Это разочарование, безусловно, которое есть и в русском космизме, и в марксизме, разочарование в Боге как творце всего сущего. Он плохо сотворил этот мир. Это плохо. Если мы за 2000 лет, как мы не ищем способа спастись, так и не можем этот путь нащупать. И никаким образом не можем избавиться ни от бедствий, ни от горя, ни от голода, ни от эпидемий. И это тоже было подготовлено не только марксизмом, не только русским космизмом, но и огромным количеством идей, которые на протяжении 18-19 века жили в обществе. Ну, в частности, юридически пришедшие из среды юриспруденции убеждения, что нет греха и нет вины. Человека делают преступником обстоятельства жизни, а совершенно не его преступная натура, его сущность, то есть не первородный грех, который ему имманентно присущ. И все вот эти вещи между собой соединяются. И все, что хотят и русские космисты, и марксисты, полностью этот мир переустроить. Вот я, раз я уже несколько раз говорил о русских космистах, скажу подробнее, что прилагал Федоров. Он считал, что неравенство, которое есть в обществе, оно происходит из того неравенства, которое есть в природе, само по себе, всегда. В природе есть горы, есть низины, отвратительные болотистые места, в которых невозможно жить. Поэтому он предлагал срыть все горы и засыпать все низины, а землю превратить в одно ровное поле, где все мы будем воинами-крестьянами, уничтожить все города и этих воин-крестьян, которые, да, все реки превратить в каналы, чтобы земля равномерно орошалась влагой. А то, значит, когда весной, когда вода для полива никому не нужна, воды с избытком, а летом, когда жара и засуха, реки мелеют, и невозможно оросить ту землю, которая есть. Каналы должны были решить эту проблему. И дальше он предлагал переселить всех людей, которые есть, разрушить города и переселить всех людей на кладбище, которые сделать кладбищами, библиотеками и кладбищами-архивами, где люди, значит, будут восстанавливать, вспоминая своих отцов, их восстанавливать и воскрешать. Окончательное воскрешение не только в духе, он считал, что возможно только в космосе. Но первоначальное воскрешение людей, оно возможно на земле, и люди будут воскрешать своих отцов, те своих, и так вплоть до Адама. Это тоже, значит, абсолютно регарное возвращение жизни спять, потому что одновременно предполагалось прекращение деторождения как такового. А дети должны были рождать своих отцов, тоже восстановление справедливости, те своих отцов и так далее, шаг за шагом до конца. И вот то же самое и в марксизме, и в революционном убеждение первой половины 20-х, и даже, значит, отчасти и дальше убеждение, что при правильном обучении и воспитании можно сделать всех детей гениями, что бесконечно ускорит прогресс. Это полная реконструкция и весь мотив преобразования природы, который большевики сохранили до 80-х годов, и который был, например, чрезвычайно свойственен Андрею Платону, о котором идет речь, который предлагал снести... Это техника 20-х годов. Снести горные хребты восточной Сибири, крупнейшие, открыть доступ горячего воздуха из степей Монголии и Центральной Азии в Якутию и сделать эти земли новой житницей страны, которые в Ювенильном море... Вот природа — это кулак, это ростовщик, который накопило в горизонтах Ювенильного моря огромное количество воды, которые абсолютно необходимы для орошения засушливых земель. И надо было достать эту землю, достать эту воду, чтобы эти пустынные районы оросить и сделать их тоже новой житницей страны. То же самое... Вот я немножко сбивчиво говорю, то же самое... Перестал работать. У меня это работает. Все это масса... Если мы возьмем Чевенгурф, марксизм в том его виде и в том его варианте, который исповедовал Платон, он впитал все идеи, все идеи, сектантские идеи средневековой Европы. Тоже абсолютно противоречивые. Потому что Чевенгурф — это, безусловно, мюнстерская коммуна, описанная. Это, безусловно, возвращение к докапиталистическим и антикапиталистическим, и антимещанским пониманию мира, с Дон Кихотом, с ротинантом пролетарской силы, с Девой Марией, с Девой Марией Розой Люксембург. Это, безусловно, одновременно и всадник апокалипсиса. Вот та же самая пролетарская сила. То есть это попытка прийти и вернуться в мир, в котором, значит, человек так или иначе может справиться и спастись. И, строго говоря, ненависть не к каким-то конкретным идеям, а ненависть к сложности мира. Вот предреволюционная эпоха и предреволюционная история – это абсолютный апофеоз, самый блестящий этап развития и живописи, и литературы, и поэзии, и всего. Но огромное число людей в этом блеске увидело только неправду и увидело только грех, потому что вот это усложнение культуры оно не вело к спасению. И эта попытка отказаться от этой сложности жизни и перейти к жизни крайне простой, где вот ясно – это свой, а это чужое. Этот враг, а этот друг. То есть это своего рода революция была, значит, бритвой окома, которая, значит, обрезала ненужные и лишние сущности, которые не помогают человеку спастись. Продолжают и длят его страдания, продолжают и длят войны, болезни, голод. Вот мне кажется, что... Ну что, вот сто лет прошло, и мы, строго говоря, как не понимали революцию, так и не понимаем. Она была бесконечно сложная. И вот тоже, мне кажется, и хочется надеяться, что наступает некоторый период, он будет, как я понимаю, довольно долгий, когда все это, значит, все вот эти бесконечно противоречивые направления, течения, движения внутри революции, они будут так или иначе осмысляться, потому что они тоже были и находились в удивительно изменчивом, подвижном настроении, состоянии, ну, как все мы, настроение которых меняется по много раз на дню, и никуда от этого не денешься. Вот. Ну вот, я понимаю, что это все довольно путанно, но вы сделаете поправку и отнесетесь, надеюсь, ко мне отчасти снисходительно. Если можно, это не очень хороший кусок, просто я только же закончил вещь, и которая напрямую к этому относится. Я прочту полторы страниц, они вроде бы переведены. Это не очень яркий, но там речь идет о модернизаторском представлении о революции, так и не обо всей революции, а вот, значит, только об этой части, в этом направлении. Потерпите, и полторы страниц. Ну, хорошо. Все, возьму микрохон. Значит, в этой вещи, там, эта вещь, так или иначе, посвящена роману, который погиб. Погиб он во времена Сталина, от романа ничего не осталось, и разные люди, в частности, дочь автора, они так или иначе, пытаются восстановить этот роман, но не в тексте, не в стилистике, а в том вообще, что там, о чем там шла речь, и о чем там так или иначе говорилось. Дочь, она в семье, ее звали Электра. Так что, так или иначе, роман связан с этой греческой историей. Но потом продолжала Электра. Как объяснял мне уже Телегин, отец счел, что хора мало, и судя по его собственным показаниям, незадолго перед арестом приписал к одной из глав романа авторское отступление на манер того, каким Николай Васильевич Гоголь закончил свою поэму «Мертвые души». Впрочем, мужу говорила Электра, отступление не понравилось. В любом случае, оно решительно уступало оригиналу. С тех пор, как Гоголь напечатал поэму, завершив ее образом, Руси, птицы-тройки, которая не разбирая дороги, несется неведомо куда и зачем, минуло сотни лет. Другие времена, другие песни, отца, Русь уже не кони, в мыле и пене, а блестящая, лоснящаяся от смазки железная машина. Он пишет ее в виде лязгующего, скрижещущего, но несмотря на это стремительного, как в каком-то нью-йоркском небоскребе, лифта. Но лифт этот не простой, а социальный. Главное же, как гоголевский конь, обезумевший, осатаневший от того, что ему нигде и ни в чем нет преграды. Вновенье у окон готов вознести любого из нас к самой вершине, к наградам и чинам, власти и славе. И в том, что любого есть та справедливость, то равенство, океан справедливости и равенства, о которых мы век за веком молили, уже отчаялись дождаться. Теперь их хватит на всех. Так что мы пьяны без вина. Подножье нашего замечательного механизма, то есть землю, по-английски ground, окружает толпа, охватить которую даже взглядом нет никакой возможности, то есть целое море людей. В сущности это все мы и все мы в неослабном, ликующем возбуждении. Потому что вот-вот лифт, опять спуститься вниз, чтобы забрать, затем будто на экспрессе, минуя одно за другим, несчетные небеса, вознести наверх избранных. Это что скоро мы получим то, о чем не смели мечтать, конечно, застит глаза, и мы не задумываемся, каким образом верхняя площадка не переполняется. Когда-то спорили, как скоро переполнится рай небесный. Уж больно много развелось праведников. Всех не испоместить. А может от нас просто скрывает, что он давно переполнен, но церковь сумела убедить прихожан, что рай очень велик. Место рядом с престолом Господнем найдется для любой искренне верующей души. Господь только о том и мечтает, как бы умножить их число. Но для отца, когда он писал, как лифт, не сбавляя хода, пронзает небесную твердь, это была лишь метафора. А так мы хоть и воспарили, оторвались от постылой земли, все же не настолько, чтобы не бояться давки на верхней площадке. Снисходя к нашим страхам, отец достраивает шахту лифта, будто короной, венчая ее еще одним замечательным механизмом, блестящей от того, что тоже вся в мыле гелиотиной. Нож гелиотины ходит вниз-вверх, то есть сущность она и лифт, кровная родня, союз их естественен. Гелиотина без устали расчищает верхнюю площадку, то есть даже на самом верху человек не может свободной, полной грудью дышать. Гелиотина исправна, она никогда не останавливается и не кексует. Удар ее резака, как и стук падающих голов, будто метроном отсчитывает, диктует ритм нашего времени. И люди согласны, что это правильно. Впрочем, отдельные исчепенцы попадаются. Кто-то вдруг негромко скажет, мертвые сраму не имут. Ему в ответ уже совсем шепотом, тем более, что право голоса они лишены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова